Стремительно растущее население планеты, нехватка продуктов питания и чистой питьевой воды. Как в условиях дефицита ресурсов обеспечить устойчивое экономическое развитие? Эту тему будут обсуждать эксперты на Global Challenge Summit в Астане на панельной сессии «Мир ресурсов». Иван Атольинов расскажет, какие задачи стоят перед спикерами форума. 10 миллиардов человек, ученые всего мира, рассуждают о том, что будет с Землей, когда население планеты достигнет этой отметки. Люди неизбежно столкнутся с нехваткой продовольствия и ресурсов. Сегодня 40% населения мира живет в речных бассейнах с дефицитом воды. К 2050 году этот показатель вырастет до 55%. А уже к 2030 году, по оценкам ООН, из-за нехватки чистой питьевой воды больше 700 тысяч человек станут беженцами и будут вынуждены искать новые места проживания. Спикерам Global Challenge Summit предстоит понять, как решить эту проблему с минимальным дискомфортом для людей. Текущий год и предстоящий период – это непростой период для глобальной экономики. Казахстану надо быть во всеоружии, то есть быть подготовленным. Астанинский экономический форум позволяет, конечно, посредством этих диспуссий, привлечением ключевых спикеров, специалистов в сфере глобальной экономики, позволяет нащупать этот пульс глобальной экономики. Естественно, те вызовы, которые сейчас стоят в ближайшей перспективе, они никуда не денутся. Еще один акцент спикеры сделают на геномодифицированных продуктах – позволит ли ГМО справиться с голодом. Уже сегодня ученые по всему миру призывают отказаться от встраивания генома чужеродного гена. По их мнению, таким образом нарушается стабильность плодовочной продукции. Последствия глобального использования пестицидов и нитратов еще более пугающи – болезни, нарушение экобаланса, вымирание видов. Мировые эксперты Астанинского экономического форума обсудят технологии, которые позволят прокормить 10-миллиардное человечество. Знаковые люди, которые преподнесли миру уже множество позитивных изменений. На мой взгляд, именно их опыт и навыки, их широкое видение поможет нашему экспертному сообществу. Обсуждаемые на форуме темы к Казахстану имеют самое прямое отношение. К примеру, жители страны могут столкнуться с острым дефицитом водных ресурсов. В первую очередь проблеме подвержены люди, живущие в дельте реки Ильи. 80% ее стока формируется в Китае. Пекин ведет политику по переселению этнических ханьцев из внутренних провинций в Синьцянь. Уже больше миллиона человек используют эту реку для орошения земель. Со временем с китайской стороны увеличатся сельскохозяйственные площади, появятся новые плотины и водохранилища. Другими словами, Global Challenges Summit позволит решить не только глобальные вопросы, но и те, что актуальны для Казахстана. Тематика мира ресурсов будет обсуждаться в контексте трех компонентов – социальном, экономическом и экологическом, что даст возможность обеспечить устойчивое развитие в масштабах планеты. Иван Тулинов, Хабар, 24, Астана.